По легенде учений на шестом этаже оздоровительного комплекса в одном из номеров произошел пожар. Уже через несколько минут на место прибывают пожарные расчеты из центра Сочи, Дагомыса и Лао. Пожарные быстро включаются в работу. Часть огнеборцев отправляется в здание. Их задача в том числе эвакуировать постояльцев здравницы. В это время автоматические пожарные лестницы поднимаются все выше, к очагу возгорания. Одна из них со спасательным чулком, через который пострадавший очень скоро оказывается в безопасности на земле. Рисковать людьми не хотелось. Вы видели, мы даже в этот спасательный чулок манекен кинули, потому что, не дай бог, соскочит. Конечно, на пожаре было бы все по-другому, и мы обливаем эти лестницы водой. Но просто сегодня на учениях не хотелось рисковать людьми. Параллельно пожарные разворачивают так называемый «куб жизни». Обычно такие воздушные подушки применяют, когда сложно установить автолестницу, например, в условиях плотной застройки. Специальный батут сегодня принял на свой борт условно пострадавших с нижних этажей. Был задействован и борт вертолета МЧС. Спасатель на лебедке спустился на крышу здания и вернулся в воздушное судно уже в связке с пострадавшим. Такого масштаба учения мы уже проводили в 2015 году. Прошло, в принципе, все в штатном режиме. Я удовлетворен. Надо сказать, что подобные учения проходят ежегодно перед стартом курортного сезона во всех крупных санаториях и гостиницах Сочи. В этом оздоровительном комплексе, например, в разгар лет одновременно может находиться более 4 тысяч человек, включая персонал. Поэтому и учения такие масштабные. Обеспечение безопасности – это одно из приоритетных направлений деятельности администрации города. Прибывают сюда и не только пожарные, но и спасатели, и авиация в готовности. Мы тренируем силы, чтобы они были готовы к реагированию на возможные пожары. Тренируются пожарные спасатели обычно на таких объектах со сложной планировкой и большой этажностью. Подобные учения в ближайшее время пройдут в целом ряде здравниц. Продолжатся в торговых центрах, а также на воде. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.